Больше чем на треть изменен состав Высшего Совета Единой России. Так, партия власти не только готовится к предстоящим выборам, но и решительно меняет свой стиль работы и имидж. Из Совета убрали, что, естественно, обвинено в коррупции бывших губернаторов Гайзера и Денина. И это курс на чистку рядов. Но кроме этого ушли несколько членов правительства. Это было решением съезда партии. Теперь в Высшем Совете профессиональных политиков практически не будет. На их места приглашены известные бизнесмены, журналисты, в том числе и Тимур Кизяков, ведущий программы «Пока все дома», и Петр Толстой, ведущий программы «Время покажет», главы общественных организаций, летчик-космонавт Сураев и наставник российских гимнасток Ирина Винер. То есть новое лицо партии власти – это те, кто сегодня, вне зависимости от политики, определяют российскую реальность. Кстати, на том же съезде лидер партии премьер Медведев достаточно жестко указал однопартийцам. В этом стране нелегко, поэтому сами, не дожидаясь указаний сверху, откажитесь от золотых парашютов, то есть выплат, положенных за досрочное прекращение депутатских полномочий. Это будет правильным сигналом остальным. Макарик Антон Верницкий побывал на съезде единороссов и слушал, какие еще сигналы партия власти собирается проработать. У Елены громкая фамилия Пугачева и запоминающееся название места, где она родилась и живет до сих пор – село Чемодановка. Со вчерашнего дня Елена Пугачева вошла в Генеральный полицовет партии «Единая Россия», но никакого чемоданного настроения и желания переехать в Москву у Елены нет. Партийную работу она намерена совмещать с работой в родной школе в Чемодановке, где она директор. Тем более, что в разгаре учебный год и продолжающийся несколько лет эксперимент с преподаванием здесь нового предмета – предпринимательства. Мы очень хорошо сотрудничаем с теми руководителями предприятий, которые есть на территории нашего села, и посещаем их предприятия с целью показать детям и рассказать об интересных профессиях, которые существуют. И наша задача, конечно, сделать так, чтобы оставить на селе именно наших выпускников. В результате такого образования, говорят нам уже сами выпускники, в субботу у них встреча в школе, почти у всех собственный бизнес. К тому же для местных в Чемодановке – налоговый рай. Село даже прозвали офшором. В Пензенской области пошли на эксперимент. Предприниматель, зарегистрировав любое производство здесь и предоставив не менее 80% рабочих мест местным жителям, платит меньше налогов в региональный бюджет. 5 вместо 15. И это подействовало. Так в Чемодановке появились и мебельная фабрика, и хлебопекарня, и салон красоты. Десятки малых предприятий. С идеей предложить опыт обучения предпринимательству в сельских школах Елена Пугачева и приехала на съезд Единой России и вошла в руководящий состав партии, из которого после плановой ротации как раз вывели министра образования Ливанова. Ежегодная ротация партийного руководства прописана в уставе Единой России. Накануне из полицовета партии, сменившегося на треть, помимо министра образования, были выведены несколько губернаторов и министр финансов Антон Силуанов. Что касается названных вами министров, то у нас всегда были вопросы и к экономическому блоку, и к министру образования. И решение, которое сегодня было принято, это решение коллегиальное, это решение принимал съезд. Среди выведенных из Генсовета партии и председатель Думского комитета по безопасности Ирина Яровая, которая отныне будет возглавлять контрольную комиссию Единой России. Задача этой комиссии с приходом Яровой меняется. Она сосредоточится не на ревизии партийных расходов, как это было раньше, а на контроле за действиями членов Единой России, которые могут негативно отразиться на репутации партии, в том числе и за выполнением партийцами требований антикоррупционного законодательства. Ну а новые лица в партийном руководстве – телеведущий Петр Толстой, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Виннер-Усманова, актер Алексей Гуськов, герой России, космонавт Максим Сураев. Приходят новые люди, которые приносят и свежие идеи, и новый взгляд на решение проблем. Партия должна меняться для того, чтобы быть конкурентоспособной и для того, чтобы побеждать. Мы не КПСС. При полном соблюдении этого принципа руководство полностью меняется за 6 лет. Это один политический цикл в нашей стране – президентский срок. Благодаря этому в руководстве «Единой России» все время появляются новые люди. Приход в партию новых людей с новыми идеями – одна из целей «Единой России» за полгода до выборов в Думу, объявившей о том, что намерена провести праймерис, или своеобразную внутрипартийную репетицию выборов. Как утверждали на съезде, предварительное партийное голосование позволит «Единой России» провести кадровую перезагрузку. Особо подчеркивалось, что проблемы с кадрами испытывают все партии в стране, но никто из альтернативных политических сил не может провести ничего подобного. Ведь по идее «Единороссов» любой человек в стране может стать кандидатом в депутаты от их партии. Одна задача – разъяснить, как это сделать. Ведь единый день предварительного голосования в «Единой России» уже наметили – 22 мая. К этому дню в «Единой России» ожидают появления кандидатов-самовыдвиженцев со своими собственными программами, причем не представителей власти. Губернаторы, по идее «Единороссов», в праймере принимать участие не должны, а именно новых лиц. Для них в партии даже придумали проект «Кандидат». Достаточно зарегистрироваться в нем в интернете, и любой желающий становится потенциальным кандидатом, которому даже предлагают помощь партийные аналитики, политологи и даже специалисты по работе со средствами массовой информации. Это даст как раз партии то, чего не имеют другие партии. Это не забюрокрачивание, а как раз вот та энергия, живая энергия общества, передовых коллективов, которые войдутся в партию, пройдут через праймерис, будет восприняты избирателями. «Единая Россия» обещает открыть 22 мая по всей стране 20 тысяч участков для предварительного внутрипартийного голосования. «Очень непростое, но крайне важное мероприятие, которое партия предложила впермы за годы своего существования. Потому что внутренняя конкуренция, внутренняя состязательность, она, безусловно, позволит выявить самых достойных». По результатам праймерисы будут сформированы списки кандидатов на выборы от «Единой России». А дальше начнется предвыборная агитация. При этом во время съезда особо подчеркивалось, что всем представителям партии категорически запрещается использовать в своей агитации образ других политиков без их письменного согласия. Намек на рекламу в стиле «я и губернатор», который грешили многие кандидаты на прошлых выборах. Как сказал на съезде Сергей Неверов, чтобы за вас не агитировали те люди, которые вас в глаза не видели. Запретило руководство «Единой России» и давать избирателям невыполнимые обещания. Убедительно прошу вас не обещать людям того, что мы не сможем выполнить. Мы ответственная политическая сила, особенно в условиях жесткого бюджета. Но даже в таких условиях, благодаря в том числе и «Единой России» с 1 февраля проиндексированы пенсии пока на 4%. К тому же правительство, по словам Дмитрия Медведева, готово поддержать инициативу о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям и сохранении доступной ипотеки, продлив программу субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. Одновременно хочу обратиться и к избирателям. Уважаемые наши граждане, уважаемые избиратели, не верьте тем, кто будет обещать золотые горы. Будут разговоры о переделе собственности, как в 2017 году, но мы отлично знаем, чем такие разговоры заканчиваются. Будут предлагать якобы стопроцентные верные рецепты выхода из кризиса. Будут и призывы включить печатный станок, но вряд ли кто-то из оппонентов «Единой России» признается, сколько в таком случае будет стоить хлеб в магазине. И как быстро могут обесцениться выплаты и пособия, сбережения и зарплаты. Их все съест инфляция. Несмотря на то, что участники 15-го съезда «Единой России» уже разъехались по своим регионам, съезд этот не завершился. Проведение второй его части намечено на июнь, когда по результатам «Праймерис» партия определится со списком кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму. Антон Верницкий, Виталий Зайцев, Ирина Близнюк, Первый канал.